МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, 3 июля прошли во всех городах и населенных пунктах Беларуси. Наши корреспонденты побывали на районном празднике в агрогородке Крошин. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а вой никогда и нигде не бывает. Сотни жителей Барановичского района собрались в агрогородке Крошин, чтобы отпраздновать День Республики и 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тут прошел торжественный митинг-реквием с возложением венков и цветов в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Беларуси, ее сегодняшнее благополучие и процветание. С праздником жителей района поздравили представители местной власти, депутатского корпуса, общественных объединений и организаций. Хочется всех поздравить с этими замечательными праздниками, пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над нашей белорусской землей и дай бог, чтобы наши дети, сыновья никогда не знали, что такое бомбежка, что такое блиндаж и что такое, когда стреляют пушки. Горькая память войны. В Барановичском районе в концлагерях неподалеку от деревень Илесная и Колдычева были расстреляны и замучены десятки тысяч людей. Фашисты сожгли вместе с жителями три здешние деревни – застарение Почапова и Колбовичи. И забыть все это, конечно, невозможно, особенно тем, кто видел все ужасы войны собственными глазами. Что касается наших ветеранов, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. На сегодняшний день в районе 10 участников Великой Теркви войны. Всего. Конечно, оставшимся участниками войны, оставшимся дедушкам и бабушкам крепкого здоровья. Ну а детям и молодежи хочется пожелать, чтобы никогда не забывали о подвигах своих прадедов и передавали эту память от поколения к поколению. Хорошо, что нашу землю освободили от фашистов, и мы живем под мирным небом. Я считаю, что это самый главный праздник Беларуси. В этот день в 1944 году освободили столицу Беларуси Минск. И теперь этот большой праздник празднуется каждый год в этот день. И я хочу пожелать всем здоровья, счастья и мирного неба над головой. Но творческие коллективы района подготовили к празднику красочную программу, в которой каждый номер был пронизан настоящей гордостью за свою родину и искренней любовью к ней. Ясновокия, Светлорусия, Беларусы мы, Беларусы мы, Беларусы мы, Беларусы мы, Беларусы мы. Елена Ракутя, Анастасия Кудич, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. До начала отопительного сезона еще несколько месяцев, но подготовка к нему в самом разгаре. В районе активно продолжается модернизация тепловых сетей. Какие объекты в планах у коммунальных служб на этот год, узнаем прямо сейчас. На участке теплосетей от котельной до корпусов Новомышинского лица и сельскохозяйственного производства кипит работа по замене старых труб на предизолированные. Всего будет заменено около 1400 погонных метров, что значительно улучшит условия и качество подачи горячей воды и теплоснабжения не только в само учреждение образования, но и в несколько близлежащих многоквартирных домов. В связи с тем, что с 1980 года большой износ и были частые порывы в зимний период и отопление, и горячая вода, что несло потери при устранении этих аварий. И жалобы жителей, что часто подключали в зимний период отопление и горячую воду. Еще один крупный объект – модернизация участка теплосетей в городке Мир, обслуживающих жилые дома и детский сад. Здесь до осени планируется обновить около 3 километров труб 1973 года. К слову, замена изношенных тепловых сетей на современное в районе проводится уже около 8 лет. На 60% эта работа уже выполнена и через несколько лет процесс обновления будет полностью завершен, что позволит в итоге значительно снизить потери тепловой энергии. В этом году планируется выполнить замену теплосетей Агрогородок Лесная, Агрогородок Мир, Новая Мышь, Лицей и поселок Городище. Также для ликвидации котельной Городища Яслисад неэффективной работы планируется переподключение котельной Городища больница и подключение от котельной объекта Яслисад. Всего в этом году планируется заменить более 6 тысяч погонных метров теплосетей. На эти цели из областного бюджета выделено 555 тысяч рублей. До начала отопительного сезона все работы будут завершены. На Брещене полным ходом идет уборка льна долгунца. В Барановичском районе эта культура вытереблена уже более чем на 20% площадей. Продолжение темы в следующем сюжете. Барановичский райагросервис сегодня единственное хозяйство в районе, которое занимается выращиванием льна долгунца. Культура эта капризная, процесс ее выращивания и уборки долгий и трудоемкий. А для того, чтобы получать высокие урожаи и работать рентабельно, нужно довести технологию до совершенства. С осени нам надо подобрать поля, которые пригодны для его возделывания. И по кислотности, и по содержанию микроэлементов, предшественников. Для того, чтобы получить высокий выход волокна с гектара. Весной в хозяйстве было посеяно 400 гектаров льна. Сорт Грант, сорт Раниспелый. Были соблюдены все технологические параметры для его выращивания. В период вегетации, конечно, была засуха, но существенных, я думаю, что не нанесло ущерба для его выращивания. Средняя урожайность в хозяйстве в последние несколько лет составляла около 50 центнеров льно-тресты с гектара. Рассчитывают, что и на этот раз она будет не меньшей. На тереблении льна задействовано 12 единиц техники. Хорошо обученные механизаторы выполняют свою работу настолько быстро и качественно, что обычно в сезон уборки успевают помочь еще и хозяйствам Ляховичского и Новогрудского районов. Если так и дальше у нас будет получаться урожай, ниже опускаться не будут, площади будем увеличивать по данной культуре. И на сегодня мы хотим приобрести и просчитываем еще купить обращатель-очесыватель, чтобы можно было выращивать не только льно-соломку, получать льно-тресты, но также получать льно-семя, которое тоже довольно имеет высокую цену и, соответственно, и ретабельность будет не повышаться. После теребления и растилки лентами лен должен хорошенько вылежаться. Его еще нужно оборачивать, досушивать, собирать в рулоны, и только после этого, ближе к осени, новый урожай этой культуры отправится на Ляховичский и Бружанский льнозаводы для дальнейшей переработки. А берег для самых маленьких. Накануне Дня независимости Белорусский республиканский союз молодежи проводит акцию «Подари новорожденному вышиванку». Во всех городах и районах молодежные активисты в эти дни дарят подарки с национальным белорусским орнаментом – новорожденным гражданам нашей страны. О том, как это проходило в Барановичском районе – сюжет, который завершает выпуск. В Брестской области в рамках акции «Подари новорожденному вышиванку» распашонки с национальным колоритом получили в подарок около 250 младенцев. Без поздравлений не остались и жительницы Барановичского района, ставшие мамами в преддверии одного из самых важных государственных праздников. Хочется сказать, что данная акция приурочена ко дню независимости. Вышиванка – это связующая нить поколений прошлого и настоящего. Каждый символ вышиванки имеет свое определенное значение и богатую традицию. Поэтому мы думаем, что вышиванка станет своеобразным оберегом для ребенка и его родителей. Сегодня мы пришли в родильный дом города Барановичи, чтобы мамочкам, которые только-только родили наших новых белорусов, им преподнести вот такие небольшие подарочки в виде вышиванки и от нашего отряда от волонтерского – это цветы. Среди тех, кого поздравили молодежные активисты, работница агрокомбината «Мир» Марина Быковченко. Это уже второй ребенок в семье. Дома новорожденного братишку Егора ждет трехлетний Андрей. Мы не ждали, конечно, очень приятно получить накануне праздника вышиванку. Нашему малышу тоже очень нравится. Видите, он как радуется всему. Пятый по счету ребенок появился в семье «Сокол», где оба родителя трудятся на экспериментальной базе «Вольно», а недавно переехали в Русино. Родился очень маленький вес – 2,500. Так наберет вес и быстро примерим эту вышиванку. Спасибо большое за то, что очень приятно. Конечно, вот это все поздравление. Для каждой из пяти молодых мам участие в акции стало неожиданностью, но приятной и волнующей. Женщины уверены, что вышиванки станут для их детей настоящими талисманами и оберегами на долгие годы. И на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на четвертом канале. Всего доброго и приятных выходных дней.